В эфире выпуск новостей студии Виктор Тихонов. Здравствуйте! О самом главном к этому часу далее в программе. Убивали людей из-за квартир. Пожизненно осужденный Азат Мамедов вновь на скамье подсудимых. Его обвиняют в создании преступного сообщества, двух убийствах и шести эпизодах мошенничества. Почему подсудимый в последний момент отказался от соглашения сотрудничать со следствием, расскажет Валерия Пронина. Ранее судимый? Да. Уроженцы Азербайджана уже судили за незаконный оборот наркотиков. В 2007 он вышел на свободу и через год собрал преступную группу, в которую вошли 14 человек. Лидером, кроме Азада Мамедова, был его знакомый. После смерти соучастника Азад взял управление сообществом на себя. По версии следствия, с 2008 по 2013 члены группы находили квартиры, в которых проживали одинокие и страдающие алкогольной зависимостью люди. Черные риэлторы приносили им продукты и спиртное, а потом забирали документы из квартир. Чужое жилье мошенники продавали добросовестным покупателям. С проданной недвижимости члены группы заработали 40 миллионов рублей. Если жертвы начинали что-то подозревать, их убивали. На глубине порядка метра обнаружен труп, завернутый в полиэтиленовую пленку, обмотанный скотчем. У лидеров группировки было огнестрельное оружие. Несколько убийств преступники совершили в одном из гаражей Владимира. Каждую смерть они пытались замаскировать под несчастный случай. В мае 2013 года двоих исполнителей задержали. Те оставили в канаве тело 60-летней женщины, которая одна проживала в квартире. Ее жилье торопились продать черные риэлторы, а переселить женщину было некуда. Поэтому преступники решили с ней расправиться. В общей сложности группа совершила 8 убийств, два из которых на счету Мамедова. Сегодня лидер группы отказался от досудебного соглашения со следствием. Вы не хотите досудебного соглашения и рассудения дела? Нет, нет. Хотите, чтобы ваше дело осматривалось по существованию в общем порядке? В общем порядке. Сторона защиты попросила принять ходатайство подсудимого. Адвокат отметила, что поддерживает отказ от досудебного соглашения. Защита также поддерживает данное ходатайство и просит уважаемый суд отказать от удовлетворения ходатайства от досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было изначально заключено между подзащитным и следственным органом. Кроме того, подсудимые и сторона защиты настояли на том, чтобы уголовное дело передали из Ленинского районного суда во Владимирский областной. Судья прекратил разбирательство в особом порядке. Преступления, в которых обвиняется Мамедов в совершенной территории Владимирской области, то уголовное дело в отношении Мамедова подлежит направлению для рассмотрения в общем порядке по посудности во Владимирский областной суд. Суд постановил судебное разбирательство в особом порядке в отношении Мамедова прекратить. Несмотря на то, что Азаду Мамедову и так назначено пожизненное лишение свободы, Владимирский областной суд все равно должен рассмотреть новые эпизоды мошенничеств и убийств. Соучастники Азада получили сроки от 4,5 до 17 лет. Если их причастность установят в новых эпизодах, то наказание может увеличиться. Валерия Пронина, Дмитрий Манапов, губерния 33. Пациенты с коронавирусом выявлены в 8 муниципалитетах. По 4 новых случаев зафиксировали в Гусь-Хрустальном, Муромском и Ковровском районах, по 3 в Меленковском и Везняковском. По 2 новых пациента с коронавирусом во Владимире-Гороховецком и Селивановском районах. За последние сутки в регионе 13 человек выздоровели и один скончался. Несмотря на эпидемию, только за последние 4 месяца в области было зарегистрировано 2814 новых компаний. В период пандемии бизнесмены активно пользовались финансовой помощью из областного бюджета. Мы же не ставили программу, что на месяц, на три месяца, все в заявительном режиме. Выдавалось, все рассматривалось заявку в течение одного дня. То есть, представляете, какой объем пришел заявок, что у нас уже, по-моему, на 1 августа были денежные средства, все зарасходованы. Хотя июнь-июль они были направлены. То есть, два месяца активной выдачи микрозаймов у нас был. Мы работали в очень таком плотном режиме, потому что заявок было очень много. Сейчас в регионе три организации плотно сотрудничают с малым и средним бизнесом. Это микрокредитная компания, гарантийный фонд и Влад Лизинг. По всем направлениям есть решения по снижению процентных ставок. Параллельно работает продукт для бизнеса антикризисный. Главное его преимущество – минимальная процентная ставка. Займы выдаются сроком на два года под 1% годовых, а налоговые льготы предоставляют на весь этот год. В рамках нацпроекта расширяют и технопарки в регионе. Например, в поселке Ставрово в Собинском районе идет строительство нового корпуса. К 2024-му там появится 300 новых рабочих мест. Сейчас на промплощадке трудится около полутора тысяч человек. В Белом доме отмечают, что реализация нацпроекта по поддержке предпринимателей за полгода достойная. Прошли не просто хорошо, а очень хорошо, потому что предполагаемые показатели проекта по предоставлению государственной поддержки намного меньше по количеству субъектов МСП было рассчитано, а смогли дать намного большему количеству субъектов МСП. И это не просто хорошо, это радостно видеть, что наша информация не просто доходит для возможных получателей нашей господдержки, то есть до всех субъектов малого и среднего предпринимательства, а они могут не просто услышать информацию, они могут ее уже применить к себе. Многодетной семье из Суздальского района срочно нужна помощь. Пятеро детей вместе с родителями живут в деревянной избе площадью всего 27 квадратных метров. А недавно матери обнаружили онкологию. Татьяна Гордеева продолжит. О большой семье Наталья Царева мечтала с детства по образованию женщина-бухгалтера и даже когда-то работала. Но всегда знала, главное ее предназначение – воспитание детей. Мечтала семью и детей заниматься домом и детьми, то есть хозяйством, творчеством, учить их, расти вместе с ними. Мечта Наталья исполнила. Сейчас в семье Царевых пятеро детей – три девочки и два мальчика. Старшему сыну Никите 8 лет, младшей дочке всего 10 месяцев. Но счастье многодетной семье омрачило болезнь. Недавно Наталья узнала о страшном диагнозе – у женщины рак груди. Думали, что это лактостаз, но оказалось, что рак уже третья стадия. Как раз первое мое посещение в онкологический диспансер было для меня шоком. То есть я как бы тоже надеялась, что это все-таки какое-то другое заболевание. Наталья уже начала лечиться, прошла химиотерапию. С помощью благотворительной организации удалось собрать деньги на курс реабилитации. Но таких курсов надо еще не меньше двух. Слава Богу, она химию более-менее благополучно перенесла. И сейчас вот 31-го у нее будет вторая химия, и опять будут курсы реабилитации для того, чтобы ее поддержать. Мы сейчас еще собираем на два курса реабилитации, это по 130 тысяч один курс стоит. Если химиотерапия не поможет, Наталье потребуется сложная операция, сделать которую смогут только в Москве или Санкт-Петербурге. А пока женщина торопится обеспечить будущее своих детей. Семье срочно необходим новый дом. Сейчас пятеро детей с родителями ютятся в деревянной избе площадью 27 квадратных метров. Новое жилье присмотрели в поселке Добрынское, где муж Натальи работает ветеринаром. Стоит он 2,5 миллиона. То есть они берут ипотеку, берут материнский капитал, там используют. И то есть что они собрали, что он там помогает. И на сегодняшний момент нам не хватает еще 300 тысяч для того, чтобы в пятницу эта сделка состоялась. В борьбе с болезнью Наталью поддерживают ее родные. Старший сын Никита уже вовсю помогает по хозяйству заботиться о козе-белке. Да, она не лягается, молока дает. Ухаживаю, да все очень просто. Дуешь вымя, чтобы дарить. Вот, так перехватываешь. И вот. Семья надеется на помощь неравнодушных людей. О том, куда направлять средства, можно узнать на сайте благотворительной организации «Покров семьи» и в социальных сетях. Татьяна Гордева, Дмитрий Манапов, Губерния, 33. И к другим новостям. Православные сегодня отмечают День Преображения Господня. Народное название праздника – Яблочный Спас. По традиции, сегодня во всех действующих храмах проходят службы. Одна из них состоялась из Спаса Преображенского монастыря в селе Спас Купалище Судогодского района. Его посетил губернатор региона Владимир Сипягин. Божественную литургию возглавил митрополит Владимирский Иисусульский Тихон. Сегодня особый праздник по-гречески называется метаморфоза, преображение. И вот это преображение личности оказывается достижимо в жизни любого человека. Но нужна вера. Вера в то, что силой Божией мы сможем победить греха. Глава региона поздравил митрополита Тихона с 30-летием посвящения в архиерее. Владимир Сипягин высоко оценил его работу. Губернатор отметил, что митрополит много сил отдает сохранению православных традиций, решению социальных проблем и воспитанию подрастающего поколения. Вы всей своей жизнью являетесь примером и образцом для подражания для всех нас. Своим церковным служением, любовью к народу. Вы заслужили огромный авторитет у священнослужителей, взаимную любовь к пасхам и, конечно же, уважение к нашему обществу. Жители одного из многоквартирных домов в поселке Сокол недовольны ремонтом крыши. Несколько квартир на верхнем этаже уже заливало. Кроме того, жильцы жалуются на то, что рабочие сбрасывают строительный мусор прямо под окна жилого дома, где нет даже ограждений. Подробности выяснял Константин Миронов. В этом многоквартирном доме поселка Сокол даже в жаркое время люди не открывают окна. Из-за пыли из строительного мусора, который летит с крыши. В доме начался капитальный ремонт кровли. Но проводят работы, по мнению жителей, совершенно не думая о людях. На каком основании с чердака скидывают мусор? Не кровлю клят, а даже мусор с чердака кидают прямо напрямую на улицу, сзади дома. И вся эта пыль, вся грязь летит в квартире. То есть невозможно не проверить в квартире ничего. Во время ремонтных работ дождем залило несколько квартир на верхнем этаже. Жители считают, что это произошло из-за того, что рабочие не накрыли участки ремонта пленкой. Юлия Багдасарян из дома выходит только, когда прекращается грохот. Боится, что может пострадать. Ведь место, куда скидывают мусор с крыши, не огорожено. Страшно падает с крыши. Представляете, сверху падает. То есть, соответственно, все под окнами, все летит. Во-первых, это пыль. Во-вторых, побьют мне окна, им только ремонт сделали. Страшно. На месте мы застали и строители. Они говорят, что работу выполняют строго по проекту, который согласован с жителями. По их словам, каждый день они тратят практически целый моток ленты для ограждения опасной территории. Но ее постоянно срывают. Проблем с ремонтом кровли строители не видят. Работу они планируют завершить в срок. Оговариваются с подрядчиком, как было потом уборка. Предварительно и сначально до этого все условия обговариваются. Куда говорят, куда и скидывают. Постоянно смотрим погоду на три дня. Стараемся все дырки закрывать. Ну, вот здесь просто такая не является. Была сильный ветер, погода такая. И пленка у нас была пленка. Дождь косой шел, сильным ветром. Ее маленько приподымало, и туда вода шла. Жителям не нужно переживать по поводу мусора возле дома, уверяют строители. Его уберут сразу же по окончанию ремонтных работ. Завершат их до конца августа. Константин Миронов и Егор Герасимов. Губерния, 33. Самая большая в городе детская площадка. Несколько стадионов и прогулочные зоны. К 1 сентября завершится первый этап реконструкции парка Добросельский. Благоустройство этой территории жители ждали 40 лет. На что потратят 73 миллиона рублей, выяснял Иван Стариков. Благоустройство парка жители района Добро ждали с 70-х годов. Обширная территория была практически пустой заброшенной. Сейчас здесь целый спортивный комплекс, пешеходные зоны с брусчаткой и большая игровая площадка. А сейчас нам вся эта работа очень нравится. Но меня сейчас очень радует. Вот радует эта детская площадка. Смотрю, столько здесь всего для моей внучки. Она такая быстрая. Это будет очень хорошо. И для всех детей. Площадку видно издалека. Здесь яркие игровые элементы и резиновое покрытие. Объект готов уже на 90% и поделен на три зоны по возрастам. Кроме того, на большой площадке будут элементы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Большую площадку, она предусмотрена для детей не старше 7 лет. А дальше площадки, которые идут, уже более возрастного категория. То есть от 7 до 14, до 18. Даже есть большие комплексы. У нас вот там есть крепость стоит. Он для больших детей, то есть до 18 лет. Реконструкция парка началась в июне. На сегодняшний день рабочие завершили установку коммуникаций и заканчивают пешеходные дорожки. Уже полностью готовы стадионы для футбола и хоккея. И площадка воркаут. Первый этап работ будет завершен до 1 сентября. А финальный этап реконструкции парка Добросельский начнется только в следующем году. Здесь появятся велосипедные дорожки и скейт-парк. По предварительным проработкам, но это в первую очередь скейт-парк, велоджампинг, большой-малый, пункт проката, сцена. И, соответственно, еще, ну, смотрим по деньгам, скажем, ну, какой-то или административный, или хоз здания. Ну и плюс, соответственно, велодорожка полностью просматривается. И завершать коммуникации. Работы по реконструкции продлятся три года. Общая стоимость всех этапов реновации парка Добросельский – 350 миллионов рублей. Официальное открытие ожидается уже 1 сентября. Иван Стариков, Олег Маньков, Губерния 33. Во Владимире восстанавливают троллейбус, который работал в городе в 90-е годы. Его планируют отреставрировать в декабрю, украсить праздничные иллюминации и вернуть на маршрут. Этот троллейбус был построен в 92-м году и является самым старым в депо. Для Владимира это первый опыт подобной работы. Мастера планируют привести его в рабочее состояние, используя оригинальные материалы прошлых лет. Единственное, что будет современным – это покраска и освещение. Оно будет светодиодным. Для начала у троллейбуса поменяют испорченные коррозии элементы рамы. И только потом приступят к установке силовых агрегатов и восстановлению салона. Объем, конечно, довольно большой будет по восстановлению, учитывая, что многие оригинальные детали будет непросто найти. Но, тем не менее, задача вот такая вот у нас стоит. Выбрали его. Почему? Потому что, ну, во-первых, эта машина уже преклонного возраста, одна из самых старых. Во-вторых, она уже требует капитального ремонта. То есть мы тут преследуем сразу две цели – сделать капитальный ремонт и восстановить троллейбус такой, каким он был. В депо «Владимир-пассажир-транса» сейчас занимаются не только восстановлением троллейбуса. На предприятии проводится ремонт цехов. Уже установлены новые окна и ворота. На участках обновили смотровые ямы и поставили подъемники, которые позволят ремонтировать даже автобусы-гармошки. Городские власти выделили перевозчику на это 15 миллионов рублей. Я считаю, что просто прекрасно. Ям не одна, а вот там находятся еще две. На другом участке тоже ставятся, уже вставлены пластиковые окна. Также произведены ремонт ям. Установлены тоже подъемники и канавные, и домкратные. Пандемия не помешала Визняковскому хлебокомбинату сохранить объемы производства. Предприятие даже развернуло масштабную волонтерскую деятельность. Сегодня за эффективную работу федеральную награду получил руководитель хлебозавода. Подробности в материале моих коллег. Управляющий группой компании «Деловант» Алексей Лялин получил благодарность федерального уровня за эффективную работу в условиях пандемии. В течение четырех месяцев группа компании «Деловант» заботилась о пенсионерах, малоимущих и многодетных семьях. От хлебокомбината им доставили более 4000 соцпакетов с продуктами первой необходимости. Кроме того, к празднику Пасхи наборы для пожилых людей пополнили более 500 куличей. И я передаю свою благодарность и лично Алексею Владимировичу, и всему коллективу от председателя Совета Федерации лейтенану Матвиенко. Встреча прошла на территории Визняковского хлебокомбината. Последние четыре года он входит в состав группы компании «Деловант». Сенатор лично проверяет, как предприятие выходит из пандемии, ведь за четыре месяца на его долю пришелся едва ли не самый большой перечень ограничений. Очень важно было сохранить своих работников, чтобы они не заболели. Не дай бог не допустить больного работника на предприятии, чтобы не подвергать опасности другое население. Ну и много разных нюансов в этот период было. Во время самоизоляции сотрудники Визняковского хлебокомбината ежедневно выпекали до 30 тонн хлеба, батонов, слоек и ватрушек. Работе не помешали перебои с поставкой сырья и закрытие транспортных компаний. Ольга Николаевна Хохлова, большое ей спасибо. Она вынесла проблематику мобилизационных заданий, действий таких предприятий, как наши во время ГОИЧС. Она вынесла на федеральный уровень, она выступала с докладом в Совете Федерации. И назначена ряд совещаний и встреч, которые позволят улучшить обеспеченность бесперебойно работающих заводов в случае мобилизационных случаев и ГОИЧС в том числе. Ольга Шарагина с начала пандемии не покидала производственной линии, чтобы не оставлять людей без свежей выпечки. На Везняковском хлебокомбинате она занимает должность тестовода. От нее зависит, будет ли хлеб пышным, а булочки аппетитными. Мне нравится моя профессия. Я люблю, когда мой труд приносит людям радость. Покупают, когда в магазине хвалят нашу продукцию. Мне очень это нравится. В магазине стоишь, если кто-то берет и говорит, нам вот эти батончики очень нравятся. Мне это приятно. В ближайшее время группа компаний «Делован» готовится удивить владимирцев новым ассортиментом. На рынок поступят детский хлеб и пирожки с разнообразной сладкой и сытной начинкой. При этом группа компаний активно развивает проект «Малина в шоке». Уже сейчас значительная доля начинок для булочек и слоек Владимирского и Везняковского хлебокомбинатов производится из ягод, выращенных во Владимирской области. Ольга Эльфимова, Евгения Волкова, Егор Герасимов, Губерния 33. В Владимирской области в седьмой раз пройдет фестиваль «Музыкальная экспедиция». Он стартует 21 августа в Патриарших садах. Откроет экспедицию художественный руководитель и заслуженный артист России Борис Андрианов. Из-за санитарных норм пришлось изменить несколько площадок, чтобы организаторы смогли расставить стулья на расстоянии полутора метров друг от друга. Так что количество мест в этом году будет ограничено. Стоимость входного билета 100 рублей. До площадок, которая расположена в других районах области, организуют трансфер. Его стоимость варьируется от 400 до 500 рублей. Мы в этом году, конечно, не можем, как обычно, просто выйти на площадь и играть концерт для 5000 слушателей. К сожалению, хочу сказать, что всем, кто заинтересован в том, чтобы попасть на концерты, имеет смысл устремиться в кассу Центра классической музыки, потому что на некоторые концерты это количество билетов, конечно, ограничено просто тем пространством, в котором мы будем находиться. Санитарные артисты выступят на пяти площадках. Самыми необычными станут дюкинские карьеры и фармацевтическая компания, которая выбрана не случайно. Таким образом, музыканты скажут спасибо медикам за их труд в период пандемии. Зрители перед поездкой на фармкомпанию должны будут сдать бесплатный тест на COVID-19. Это тестирование будет проводиться, скорее всего, в Центре классической музыки с привлечением медиков незадолго до выезда на сам концерт, и это является обязательным условием к посещению концертной площадки. И мы тестируем всех, кто едет на концерт. Я подчеркиваю, что тестирование пройдут и все организаторы, и все музыканты, все участники музыкальной экспедиции, и журналисты, которые туда с нами поедут. На сегодня это все новости. Еще больше информации на сайте trc33.ru. Оставайтесь на нашем серий-канале. Через несколько минут эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». Ее ведущий и мой коллега Роман Немов уже в студии. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. О чем будете говорить сегодня? Во Владимире буквально через неделю, даже меньше, чем через неделю, пройдет форум социального предпринимательства 2020. И здесь сейчас мы поговорим о том, какие вопросы планируется обсудить на этом форуме, а также о занятости людей с инвалидностью с председателем Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Михаилом Осокином. Не переключайтесь. Продолжение следует...